Популярность пьес Александра Николаевича Островского с течением времени не становится меньше, скорее наоборот. Об этом свидетельствуют многочисленные постановки его пьес на современных подмостках. В Театре у Никитских ворот премьера. Режиссер Аркадий Кац, который обращается к творчеству великого драматурга не впервые, поставил здесь одну из самых репертуарных комедий Островского. Правда хорошо, а счастье лучше. Репортаж Юлии Шиповаленко. Аркадий Кац шутит. У нашего союза Островский Кац маленький, но двойной юбилей. За последние пять лет Кац поставил пять спектаклей по пьесам Островского. Среди них «Без вины виноваты», «Волки и овцы», «Доходное место», а теперь взялся, как говорит, за обаятельную пьесу. Правда хорошо, а счастье лучше. Ничего более прекрасного, чем Островский, сегодня не существует в Отечественном театре. Вы знаете, он очень свободно перешел рубеж XX века и очень свободно перешел рубеж XXI века. Он эпохальный поэт. Хозяйская дочь, девушка на выданье, полюбила бедного приказчика Платона. А он, пуще своей любви к богатой наследнице, любит правду. И от этого, естественно, все его беды. А вокруг жизнь кипит. Прислуга разворовывает усадьбу, спивается барин, созревают яблоки и опадают листья. «Островского нельзя переписывать. Его нельзя не дополнить, не переписать. Его можно сократить, вот что страшно любит Аркадий Федорович, но это тоже во имя сегодняшнего дня». Для режиссера самое важное не самовыражение, а авторская интонация. «Как вообще такой человек, он такой режиссер, он такой все время с прищуром, он так смотрит. И на артистов, и на материал». К слову «драматурга» режиссер относится бережно. В актерской речи звучат старосветские купеческие нотки. «Вот это хорошо. Я люблю в компании. Особенно, ежели на чужие». По завиению Аркадия Каца каждый раз Островский его удивляет. Комедия «Правда хорошо, а счастье лучше», о сложном выборе говорит тонко и озорно. Кац давно определился. Другие драматурги для него хорошо, а Островский лучше. Юлия Шапованко, Александр Подкоха, служба информации, телеканал «Культура».